Продолжаем международный обзор. Продолжим рассказывать о событиях в мире. Половина населения Йемена сталкивается с голодом тем временем. Это больше 17 миллионов человек. Такие данные приводят эксперты ООН. Международные организации не могут обеспечить достаточную поддержку нуждающихся из-за нестабильного финансирования на фоне боевых действий в регионе. Подробнее в материале нашего корреспондента посмотрим. В городскую больницу ежедневно поступает до 90 детей. В России, страдающих от недоедания, более полутора миллиона беременных женщин сталкиваются с нехваткой питания в результате военной блокады, продолжающейся в течение 9 лет войны. Ситуация может усугубиться, особенно на фоне приостановки поставок продовольствия. Всего же из-за продолжающихся военных действий голодает более 17 миллионов йеменцев. Наиболее остро отсутствие продовольственной безопасности ощущается вблизи линии фронта. При этом зачастую голод вызван не нехваткой продуктов питания, а отсутствие доступа к ним. Всемирная продовольственная программа приостановила поставки гум-помощи на севере Йемена из-за ограниченного финансирования и разногласий с местными властями. Я опасаюсь, что в течение года, в августе и сентябре, мы увидим пик недоедания. И вопрос в том, как справиться с этим. Позже ситуация может усугубиться. Нужно возобновить поставки продовольствия и гум-помощи, чтобы бороться с голодом. Иначе в этом году мы столкнёмся с серьёзными последствиями. Гражданская война в Йемене идёт уже 10 лет. В 2014 году в результате государственного переворота повстанцы Хусито захватили власть столицы Йемена и установили контроль над северными регионами страны, а также богатыми нефтью провинциями. Местное правительство заручилось поддержкой Саудовской Аравии и обосновались на юге. Международные организации считают, что нынешний кризис можно решить только перемирием противоборствующих сторон и открытым доступом к гуманитарной помощи. Тамерлан Ким, 24 Киезет.